У меня был действительно некоторый опыт личный, потому что я считаю, что меня учили так, что надо всегда говорить, что я знаю, о чем говорю, сам руками щупал, а не только книжки читал. Вот я впервые столкнулся с этой идеей прайвеси, когда мы разбирались с СОМом в 98-м году, и было очень интересно, как наши силовики хотят получить доступ к частной информации о наших гражданах. Какой ответ ко всем? Вот все, что идет по интернету, по телефону, все хотели получить. У меня был только один вопрос, я говорю, вопрос не политический, а исследовательский. Что будут люди делать, чтобы получить этот доступ? Выяснилось, что они вообще все мимо права, мимо законодательства, они действуют абсолютно неформальными каналами. Если вы не хотите дать доступ к вашей частной информации, вы провайдер, например, интернета, и хотите дать доступ исключительно по решению суда, а человек очень хочет, чтобы вы дали этот доступ, то у вас появляются проблемы абсолютно не из области этого законодательства, а из области другого законодательства. Вот приходит самая предстанция, строительная инспекция, налоговые органы, и когда 4 проверки у вас одновременно в день ежедневно, и никаких проблем с СОМом, то через некоторое время вы уже вроде бы и сами даете, ну, либо если даете на салон, либо как бы сами все даете. А что касается публичности этих действий, то наоборот, в вашем случае раздувают у всех газетах, чтобы другим неповадно было. А другим неповадно, они уже без этих налоговых проверок сами все оставили. Вот так печально закончился этот эпизод СОРН, и СОРН, как вы знаете, до сих пор действует, все вот эти вот заходы по хранению информации, запятые, да, все продолжение вот той истории, 98-й год. Информация есть, можете посмотреть там много данных. Кому не вер, ну, я делал один из первых движков, у меня первый веб-сайт, 94-й год, был первая, можно сказать, коммерческая студия, и в 98-м году мы сказали, что должны быть веб-движки, и не угадали мы только то, что люди не веб-сайты захотели, а блоги, журналы, вот это мы не угадали. Но мы точно угадали, что надо, наверное, выключать, вот каждому человеку добавить только то, что ему надо, и не показывать другим. Вот это самое privacy. И через некоторое время выяснилось, что можно вообще выкидывать всю разработку, потому что когда ты начинаешь каждый кусок, у нас он назвался item, мы онтологический движок делали, все вот маленькие кусочки, и на нем метки были, кому что можно показывать. Выяснилось, что это самый медленный кусок в системе, потому что перед тем, как что угодно достать из базы, и кому угодно показать, ты должен проверить в 238 защит, чтобы вот этот смотрел, этот смотрел, это смотрел, вот они смотрели, а вот этим, вот этим точно нельзя, а этим можно, но только на половину при особых условиях. То есть, оказывается, весь этот движок, вот вся мощность процессора уходила только на одно, чтобы информацию одних людей не пускать другим людям, и наоборот. Вот, это был достаточно неожиданный опыт, потому что все остальное, вот, мы о другом через некоторое время больше и не говорили. Внутри вся мощность процессора только на это уходила. Еще был электронная Россия, 2003-2005 год, когда мы с изумлением обнаружили, что никаких денег в госпрограмм не надо, у чиновников примерно 2,5 раза выше, чем в бизнесе оснащения компьютерами, без госпрограмм, а как бы на местных программах просто компьютеры покупали. И далее там появился тренд, что давайте мы объединим все эти компьютеры, и если чиновник держит руку на горле, скажем, там, в среднем у 10 тысяч граждан, один чиновник на 10 тысяч человек, то так он один, да с компьютерами всей страны, да объединив их мощь, сможет держать один руку на 100 тысячах вместо 10 тысяч. И компьютеры начали бодро-бодро объединяться, никакой правильности, конечно, там не было, и мы сказали, что, ну, наверное, тогда или программа электронного правительства, и написали манифест, это охранить как раз вот этот вот баланс между, как мы говорили тогда, обществом в целом и властью, чтобы власть не победила общество за счет того, что мы о власти ничего не знаем, а власть у нас знает все, умея объединять информацию, вот опять же о наших налогах, о том, в каких домах мы живем, какими болезнями мы болеем, потому что разные чиновники-то знают разное, но как-то-то они объединяют информацию, все, после этого у гражданина не жизнь в нашем государстве. Вот когда они начинают делиться уже этой информацией дальше, по цепочке уже не чиновника, то уже просто не жизнь, у человека не жизнь, у гражданина. И вот это вот такая проблема, ответ государства был простым, простое, ведомства начали соглашаться с нашей линей, вот, подписываться под вот этим вот меморазмом, говорить, что да, действительно, пожалуй, мы там перестарались с компьютерами, надо действительно плюсти эту самую правительство, хоть как-то внутри государства, вот, а ну и в результате все это вот при Минеке электронную Россию разогнали. Один связи, который отделал дата-центр, и наоборот, взломал все, это не дело, что, вот, а оно, видите, осталось, и до сих пор тратить деньги в этом направлении. То есть все это живое до сих пор. Дальше был, была такая штука нейронец, причем я тут представляю не нейронец, как мы его называем, НТИ, Рособорон нейро. Старт был еще за пару лет до этого, вы видите, красивые глазки вон там, вот это вот все глазки уходящие в бесконечность, кто-то не видел. Много ссылок, очные встречи рабочей группы, были комьюнити фейсбуки. Вдохновение вот текущего проекта, который даже в рамках НТИ, он как-то известен, это то, что надо повторить с 1968 года, мать всех демонстраций. Потому что Энгит Парк продемонстрировал, как мышкой, экранами красивыми, можно поднимать производительность человека, интеллектуального, особенно, что интеллектуального человека. И машины ему помогают творить, правда, трудно овладеть машинами, но как бы помогают творить, и главное, в коллективе можно что-то там добиться. Но с тех пор вот у нас есть мышки, у нас есть персональный компьютер, они всего-то оттуда, в 68-й год вырастут. И если сейчас понять, что мы дополнительные идеи, то можно было бы попробовать в 2018 году взять и повторить. Ну, повторить как? Отличаются две идеи от просто интернета с мышками. Первая идея – это нейросудия. То есть мы сейчас можем заглянуть под черепушку, и все более и более можем вытащить оттуда даже те образы, которые мы видим. Вы знаете, эти эксперименты, я специально не стал приводить ссылок, их уже много, когда сканируют мозг, ты на что-то смотришь, и просто чисто по скану видно, на что смотришь, видно, что ты представляешь, видно, на какую фотографию ты смотришь. То есть читать мысли каким-то образом, там еще плохо, смутно, но уже можно. Вот, и вроде как это то же самое, что мышка, то есть тебе еще один канал взаимодействия с компьютером, это означает, что ты можешь управлять компьютером тем, что ты думаешь, а не только тем, что ты живешь. И вторая часть немедленно выяснилась, что как только у тебя компьютер выбирает из мозга, то компьютер, он не лист бумажки, а он может сам подумать. И там какой-то искусственный интеллект. Искусственный интеллект – это важно, потому что он может тебе сказать, что ты ошибочно думаешь, может дать тебе справку, может там позвонить кому-нибудь уточнить, или позвать кого-нибудь на твою интересную мысль посмотреть. История сразу начинается в совершенно другом. Поэтому вот изначально не ирония, в нем две вот этих идеи. Первое – залезть в мозг и иметь непосредственно интерфейс в каком-то смысле – это сияние человека и машины. Обратите внимание, совершенно другая мысль. Не разделение, не мы против они. А как бы нет ни мы, нет ни они, а вот идея киберпсихики отсюда. Это все вместе. Вот как я говорю, я говорю очень громко, явно больше, чем человек физический. Вроде я сборно-разборный в этой конструкции, но все равно вот мое человеческое до вас доходит легче, быстрее. И это и была задача, все было легче, быстрее, включая интеллектуальный труд. И там появились идеи, вот тут ассистент-агент в качестве экзокортекса. Вот неокортекс – это наша человеческая в мозгу, в отличие от обезземцев и ляпушков. Наша человеческая, когда мы вынимаем, то простейший экзокортекс, вынутый из мозга – это бумажка, на которой я нарисовал, и долго думаю над ней. Или, как я говорю, доска у шахматиста. Так, вот не слышно, я не знаю. Батарейка села, видите, как все просто. Но она стремительно тухнет. Итак, ненадежно, да? Ну, смотрите, когда Windows только появилась, то вы помните, туда подключать всякие устройства было очень тяжело. И возникла такая штука, как «плак и прэй». Плак и прэй. Крючи и молись. Буквально. Я не оговорился. Так они и говорили. Потому что сама идея, что ты можешь подкнуть что-то там в компьютер, в техническое, и оно заработало, оказалось невероятной. Помните эти синие экраны смерти, все. А сейчас мы втыкаем, что ни попадя в наши компьютеры, втыкаем, и оно работает. И уже никто не говорит «плак, а оно работает». Вот точно так же и тут. Все вот эти вот батарейки, которые сейчас садятся, все вот эти вот микрофоны, они время от времени не работают. А через некоторое время вы будете через мой смартфон, я буду так как кнопочку нажимать, он будет цепляться, и вы будете все слышать. Причем цепляться он может быть будет не к большим динамикам, а к вашим смартфонам. Вы будете слышать это у себя прямо вот в дуке. Неважно, в каком уровне при этом находится. Вы же понимаете, что при этом сразу немедленно другие свойства. И когда появилась вот эта идея, мы поняли, что там есть два агента потенциальных. Один из них называется «Виртуальный персональный ассистент». И он, в общем, ничем не отличается от «Картаны», от «Сири» и всех тех вот «Гугля», которые предпочитаются, чтобы его называли ассистентом просто «Гуголь». А «Лекси» — ну-то их много, да? Их реально как бы очень много сейчас. А они вроде как все гордятся, что они ваш персональный ассистент. Вот просто прям таки личный. А вы же помните, когда появился IBM PC, то я вообще с трудом привыкал к слову «персональный», потому что я в те поры читал в 1981 году, в частности, журнал «Dotamation», который переводился. И я помню тамошнюю рекламу. И в рекламе было написано, что личный компьютер хорош уж тем, что он личный. И это была первая реклама IBM PC, в отличие от департаментальных компьютеров, там, мейнфреймов. Заметим, в России на русский язык слово «персонал» всегда переводилось как «личный». А «персональный» — это вот такое отчуждение, оно появилось сильно похоже. Все эти персональные ВМ — это как бы государственное ВМ, потому что все госпредприятия, выданное нам в персональное пользование. Но это не личный компьютер. Понятно, да? Вот чувствуете, вот игра словами. Это все совершенно другие слова. А «privacy» — это вот как раз и есть тонкая разница. Мы как говорим, «личный ассистент» или «персональный ассистент», то есть ассистент Гугля, выданный нам в личное пользование на чуть-чуть поносить. Здравствуйте. Да, чувствуете, да? То есть я говорю о каких-то таких тонких материях, и счастье в том, что даже когда скажут, «Ну вот, видишь, ты как человек можешь так играться словами», я скажу, что нет. Конечно же, компьютеры сейчас начинают играться словами сильно покруче, чем люди, сильно покруче, чем поэты. Вот достаточно добавить число слоев в нервные сетки, и способности компьютера в области чувствительности к словам превышают возможности человека. Но, тем не менее, идею вы поняли, да? А что же там появилось дальше? Так, почему у нас здесь? Ага. Значит, и там появилась следующее — это групповая когнитивная нагрузка. Если у вас есть не только личный ассистент, но и какой-то групповой, вы помните, мы говорили о групповой работе, что надо помогать какой-то компании людей, то мы пришли к выводу, что можно вообще говоря, если мы залезаем внутрь черепушки, мы можем делать всякие кажущиеся вещи более-менее объективными. Значит, первая же идея была, давай мы померяем вот эту когнитивную нагрузку, если фасилитатор должен управлять тем, что все в комфортной зоне интереса, все в потоке подчеркнут Михаил, и это определяется когнитивной нагрузкой у каждого, то давайте персональные ассистенты у нас померяют эту когнитивную нагрузку, скажут ее фасилитатору, а фасилитатор что-нибудь сделает так, чтобы людям было не слишком сложно, и они не боялись этой сложности, и не слишком легко, чтобы это не было скучно, и вот так вот держать в потоке. Для этого всего-то надо, чтобы померить эту нагрузку, да, для этого у нас будет нейростудия, и вообще все объективное. Вот, вы видите, все ссылки есть, тексты есть, и я надеюсь, даже что-нибудь в этом направлении происходит в реалии, ну, там посмотрим. Вот, что надо сделать, чтобы я нажимал все-таки, ну, как-то там, о, ух ты, как интересно. Да. А можно, во-первых, ролик запустить, вот эта, вот ссылка вот вверх. Да, пока, вот в этой части слайда просто то, что вот эти вот комментарии даны крупным шрифтом. Значит, а получилось следующее, люди поняли эту идею, им всем очень понравилось, и мы сейчас увидим... А звук можно какой-то дать? Да, попробуем, да? Потому что вы видите, что ролик очень короткий, но он настолько характерен, что хочется его показать. Значит, комментарии, чтобы вы сразу понимали, что вот, вот, гады, сволочи, вот так вот манипулируют вот нами, вот так вот... А потом заново... Да, вот так вот нами манипулируют, вот так вот все плохо, вот так вот нашу информацию вытягивают, и все равно гады корпоративы, вот, обманут, и вообще вот... Вот, полный уровень. Как вы видите, все очень благое. Там голос вроде бы рассказывает, что есть виртуальный агент. Смотрите, все вроде, что... О чем я говорю, русло? Все рассказывается вот так красиво, да? Смотрите, мы же не против. Вроде никто не против. Что каждому лезут под черепушку, берут его мысли, как-то складывают с мыслями других. От этого получается очень сильное такое виртуальное действие. Смотрите, видите, характер, привычки, желания у всех есть. Вот джин делается, это вот виртуальный тот самый ассистент, который засовывается в компьютер, и нам как джин вот все выполняет вот для нас. Видите? Попробуйте через микрофон. Можно. Батарейка отличия от человека отличается тем, что заряжается быстро. Можно, да, давайте чуть-чуть сначала. Хотем, может, да. Ну, а вы видите, да, то есть вот эти ассистенты, они объединяются, начинают обмениваться информацией, то есть у каждого его Google у кого у кого у лекса, у кого силе, у кого картана, а у кого просто специальный ассистент личный, они начинают обмениваться. уровень взаимопонимания с 3% до 100%, потому что мы же еще и тут мозг открываем, поэтому вот все, что кто-то не досказал, может быть досказано. прямо из подсознания вытащено и вот доведено до сведения, чтобы истину знали, что вы думаете, а не то, что вот удается нашим космогензакам донести. и в результате будет коллективный бизнес, как вы видите. Говорите, как все очень хорошо, а вот на картинках. А сейчас он показывает, как это в деле. И как только вы увидите, как это в деле, вы уже начинаете его поджесаться. на втором ролике, как помнят тут некоторых, кто его видели, там было все очень просто. Всем раздавали браслеты, всем раздавали всякие штучки для инициолограммы, и люди за столом сидели, и ровно вот это вот, вот видели там круглый стол, с них все писалось, в соседней комнате, аппаратный зал, в нем принимается вся эта информация, и группа людей внимательно смотрит за всеми этими графиками и делает свои выводы на это дело. То есть те делают вид, что они обсуждают какую-то проблему, а специально назначенная группа людей делает анализ того, что они там говорят, в том числе того, о чем они думают, в каком они состоянии, и осуществляет полный контроль деятельности вот того группового действа, которое делает группа номер один. Итак, у нас есть две группы. Одна группа получается надсмотрщики, которые имеют доступ к информации и персональных ассистентов всех, и коллективных, и группа тех, которые вроде бы из себя изображают коллективного гения, в которых каждый только знает про себя, ну и обменивается, как это, дарит свою информацию другим. А этот ролик вызвал, ну просто, я думаю, что скорее всего, там просто поменяли. я как бы сначала помню, что он начинался вот так, а потом там было продолжение. Поскольку комментарии-то остались от прошлого, то есть там пришлось немножко съесть фетровую шляпу, и дальше, в этот момент, то и появилась вот эта вот проблема. я в мероприятии в Facebook разместил сейчас ссылка. Да. Ну хорошо, да. Ну, главное, что вы знаете, что там есть вторая половина, которая была совершенно не радужная, и комментарий, скорее всего, к ней. Вот. И главный вопрос, который возник, это вопрос, чьи? Смотрите, я совершенно игнорирую, я считаю, что можно без этих всех страшных слов сознание, любовь, вот, ну, долго можно ругаться по поводу этих слов, я попроще говорю, вопрос, чьи, собственность чья? Кто владеет персональными вот этими вот виртуальными и коллективными ассистентами? Особенно, когда они коллективные, это тоже очень интересно. Акционеры, я, ЦРУ, вот, и у меня есть вот ссылка, текст Майдадыр и политическая философия интернет-вещизма. То есть мы немедленно переходим на вопросы о политической философии, вот, политическая философия коммунизма, то есть политическая философия либертарианизма. Вот все вот это вот политические философии, вокруг которых партии разные, они говорят, как должна быть устроена власть, как вообще общество должно быть устроено. Вот это вот ровно они. Понятно, да? То есть науки как бы отдельно, это науки, вот экономика как наука отдельно. А есть политическая философия, которая говорит, частной собственности нету, все должно быть общее. Вопрос и женщины, ответ и женщины, Хотя они не будут вспоминать, но вот если вы внимательно почитаете первые работы, то и женщины тоже. Это как раз политическая милософия. Уклониться нельзя, мы в середине политической борьбы прямо со всей нашей технокрадией. Смотрите, вопрос невинный. Вопрос чьё? Это вопрос о собственности. Слово собственности всегда... Вот Великая Октябрьская социалистическая революция решала только один вопрос, а вопрос о собственности. Чтобы вы просто понимали, что происходит. Все, где окупает Уолл-стрит, они решают вопрос о собственности, о делёжке собственности, о перераспределении собственности. Поэтому, говоря о правесе, мы тут вынуждены решать вот такие вот политические вопросы. Все вопросы тут же машины, сознания, этики отступают, потому что какая тут этика, как бы чья этика, да? Вопрос. Пример с рубашкой из интернета вещей. Там приводится очень простой, я его не выдумал, приехал товарищ, что вы по ссылке пройдёте, там всё это подробно написано. И сказал, что ну вот вы с вашей рубашкой, вот рубашка обычная, вы же понимаете, что волокна через некоторое время будут ещё неумными, вот, и там куча будет антенн, и вот рубашка будет нормальная, так, механика будет, всё будет. И вот вы приехали и просто в гостинице поселились. Вопрос, чья рубашка? Во-первых, конечно, рубашка производителя, потому что производитель считает, что он дал эту рубашку поносить. Не верите? Возьмите свой телефон, и в нём книжки появляются, исчезают, программы появляются, исчезают, не по вашей воле, не по воле какой-то страны, а по воле исключительно производителя. И пример, значит, тьма. Если вы купили не ту книжку и производитель счёл, что эта книжка неправильна, она у вас от библиотеки исчезает, таких скандалов полно. Вот, если он счёл, что ваша программа вирусная, то она у вас исчезнет. Из телефона вы знать не будете, что она ночью целых 20 минут была у вас на телефоне. Поэтому, конечно, это рубашка производителя. А с другой стороны, вроде бы вы её покупали, следовательно, рубашка ваша. Вы говорите, что рубашка будет мягкой. Но в этот момент правительство вашей стороны говорит, ну как же, он же наш подданный, следовательно, мы, линия СОРМ, помните, да? Значит, мы должны следить за ним, мало ли, где он бегает, о чём думает, о чём он вообще делает. Исключительно счёт здоровья, забота о вашем здоровье, плансостоянии. И ваш пульс, а также, что вы думаете, что держите в руках, съёмка окружения будет отправляться на сервера вашей страны, ровно потому, что, ну, в СОРМ же, да? Весь трафик, как вы понимаете. Да, да, да. Чтоб слишком мягко не было. Да, но, понимаете, страна, в которой вы находитесь, она говорит, что поскольку вы на её территории, в общем, там ничуть не лучше, да? Она тоже требует всё на своих серверах, потому что, ну как же, вы же, она же должна следить за вами, когда вы на её территории. Возникают разные вещи, сегодня известные, как на чьих, как это, персональные данные, на чьих серверах должны обрабатываться, я говорю, отлично, правильно ли я понимаю, что я, въезжая на территорию этой страны, я должен переодевать рубашку свою, как бы, своим формам своей страны, чужую рубашку, эквивалентную чужого форма, чтобы, ну, а как иначе, да? Да, но гостиница при этом говорит, что-то тут не то, что-то тут не то, говорит гостиница, потому что меня, меня забыли, потому что это же частная территория. А вы помните, что частная территория, мой дом и я крепость, и многие страны это очень уважают, и говорят, что когда ты вот на чьей-то территории, ты как бы уже вроде идёшь по моим правилам, а не по правилам государства, по правилам страны, и вы знаете, многие даже в законодательстве этим пользуются, в полиции дверь можно не открывать кое-где в каких-то ситуациях. То есть всё это очень хорошо, вот, и мы понимаем, что вопросов-то много остается. Кого мы не упомянули в этой истории? Мы не упомянули саму рубашку. Потому что рубашка-то, это сейчас она, никто и звать её никак. А что он будет в мире, и уже сейчас, эта рубашка будет звать, например, Алена. Ну, если там у Амазона Алекса, то почему бы рубашке не быть Алена? И Алена считает, что она лучше знает, что ей делать. При этом рубашка, как вы понимаете, совершенно не случайна, потому что от рубашки обычной, если там механика, до рубашки смирительной, даже шага делать не надо, просто она в какой-то момент становится жёсткой, и вы как-то, и всё. И штаны тоже, да? Да не договорились. Ролик-то видит, штаны с рубашкой, штаны Стёпа и рубашка Алена договорились. И вы стоите посреди гостиницы и ждёте, ну, пока они там не отдамилась, не снимут. Потому что искусственный интеллект, опять же, не плетит. Вот, дополнительная простудентность роботов, наши ассистенты это же тоже роботы, информационные лица с ограниченной ответственностью. Был недавно круглый стол, вот мы сидели, я уже текст написал. Поэтому ситуация чуть более такая нервная. Вот, а вот это вот схема той самой киберпсихики. Если вы считаете, что киберпсихики нет, вот, что это Венчук придумал, я рекомендую вам вот планшеты, телефоны, забыть на день дома. И вы к вечеру обнаружите, что у вас всё равно как полмозга вот сняли.